Квартирные кражи в настоящее время являются актуальными проблемами для преступного элемента с целью получения имущественной вывода. Причинам, так сказать, способствующим совершению таких преступлений, относятся к правилам слабая техническая укрепленность. Квартир подразумевает статическое качество выполнения строительных конструкций касательно дверных, оконных проемов, запирающих у суроз. И, конечно же, это отсутствие в помещениях технических средств охраны. Основным способом обеспечения безопасности квартир и мест хранения имущества граждан является оборудование техническими средствами охраны с подключением на пункты централизованного наблюдения подразделения вневедорственной охраны. Принцип организации централизованной охраны заключается в том, что аппаратуру сигнализации, устанавливаемую в помещениях на период охраны, подключают через различные каналы связи, к примеру, таких как телефонные линии, сотовые связи по радиоканалу, непосредственно к пунктам централизованного наблюдения. Все объекты на стадии подготовки к приему их подневедорственной охрану обследуются сотрудниками полиции. По результатам осмотра собственникам под квартир, мест хранения имущества граждан, представителями вневедорственной охраны дается предписание проведения необходимых инженерно-технических мероприятий. Здесь подразумевается во взаимодействии с группой охраны МВД России и различными инженерно-техническими организациями, имеющими лицензии на проведение и монтаж оборудования, оборудуются помещения различными техническими средствами охраны. После чего непосредственно данные квартиры, либо места охранения имущества граждан ставятся под централизованное наблюдение в подразделении инженерно-технических мероприятий. При этом отмечу, что реагирование на сигналы тревоги осуществляют непосредственно подразделения полиции, в частности, в неведомственной охране. Время прибытия группы задержания к объектам, сработавшим на тревогу, минимально. Это достигнуто благодаря оборудованию автотранспорта группы задержания объектовыми блоками. Это, иными словами, дежурный, который находится на рабочем месте на мониторе, видит одновременно сработавшую сигналную тревогу, и ближайший наряд неведомственной охраны, который расположен к объекту, высылается на место. Вместе с этим, руководством управления неведомственной охраны принимаются меры по обеспечению доступности услуг, оказываемых в неведомственной охране для населения. В этих целях на протяжении нескольких последних лет сохраняется тариф на охрану квартир и жилых помещений граждан в размере от 170 рублей. То есть это значительно, скажем так, доступно практически каждому карману. Вместе с этим, в 2012 году управление неведомственной охраны введена в эксплуатацию интегрированная система мониторинга «Мираж», что позволило обеспечивать безопасность объектов, охрана которых ранее не могла осуществляться, по причине значительного удаления их от мест дислокатского изменения снохраны. Основным отличием данной системы «Мираж» от оборудования других является комплексное техническое решение, направленное на достижение максимальной надежности работы в системе в сочетании с высокой информативностью и скоростью передачи извещений за счет активного использования GPS. Таким образом, любой объект, находящийся в зоне действий базовых станций операторов сотовой связи и оборудованный соответствующими техническими средствами, может быть взят под охрану силами неведомственной охраны, а также территориальным органом внутренних дел на районном уровне.